здравствуйте друзья письмо здравствуйте я студент технического университета аргар т.у. города рязани учусь на третьем курсе факультета электроники и на но электроники о как нынче учусь по схеме бакалавра то есть четыре года хорошо в нашем университете есть возможность получить диплом подтверждаемый в других странах и штатах соответственно это как в рязани то приноровились хочу после учебы перелететь жить в америку ну правильно на поезде что-то не доедешь надо летать желательно в нью-йорк так как есть знакомая которая поможет на некоторое время обустроиться действительно вопрос такой стоит ли после четвертого курса ехать в америку действительно и что посоветуете делать далее отучиться в американском университете или уже пойти работать или же доучиться у себя на магистра и после уже лететь в америку на данный момент учу для себя английский с репетитором знания базовые ну давайте будем разбираться с рязанским этим р.г. там много букв названием сейчас разберемся что что скажешь друзья вот давайте посмотрим как мусорка работает да ну бог с ней то есть первое что мне пришло в голову чисто так ассоциативно знаете без прямой связи я только-только получил права водительские в москве ну давно было дело было мне там года 34 и значит а жили мы но если кто ориентируется жили мы в хорошо во вневнике и так естественным образом двигались в центр города туда на беговую на пятого года вот туда в общем как ты там переезжал площадь возле пятого года улица 95 года и какая-то была площадь так сказать гнусная она была громадная громадная и получалось так вот и вроде выезжаешь как выезжаешь а заканчиваешь уже на красный вот как-то так получилось 8 у меня так получилось по неопытности вот и я выезжал так вроде зеленый же был моя может быть надо было подождать подождать следующего я не я не знаю но первый раз человек едет и тут значит постовой там мне свистит я подхожу и он значит говорит ну то что положено то говорит так он вежливо и так я бы сказал с улыбочкой а у меня видно лицо очень расстроенное было уже действительно ну я же не то что нарушитель какой но такая герунда получается и он так как-то рассочувствовался на сказать что меня в москве один раз только вот за за год оштрафовали потому что обычно отпускали всегда видя мое лицо и горе и жагит отсюда но во всяком случае то есть я не испорил прав не качал там я понимал что виноват ну и вот он сказал фразу которую я помню спустя много лет отдавая мне права он так туда глянул и говорит езжайте михаил петрович сказал он и помните что многие люди потеряли автомобиль так и не научившись водить то есть мол как бы да да ну и я просто к чему говорят молодой человек вот он молодой я был молодой водитель а он такой молодой а мечтатель об иммиграции и он ее так своеобразно понимает и так далее я хочу сказать что подавляющее большинство людей размышляющих об иммиграции особенно вот в таком возрасте подавляющее большинство людей дальше родительской дачи никуда не уехали понимаете почему это происходит потому что они не готовы к тому чтобы иметь дело с задачей то есть задача обладает некоторым уровнем сложности вот допустим вот там у них наноэлектроника убей не знаю там что и что им там преподают но вот какая-то наноэлектроника а они как будем наноэлектроники им как берите вот по совковой лопате значит и вот там будете грузить там что там чернозем 5 и не получается чтоб с лопатой тем более с совковой вот и и прямо нанотехнологии то есть набор инструментов должен быть адекватным это первое и второе понимание того что ты делаешь тоже должно быть элементарно адекватным мне на самом деле с первых слов не понравилось это учебное заведение где он там учится р.г.р.т.у. российский государственный радиотехнический университет я так это перевожу в рязани чем мне не понравилось учебное заведение даже не с не спекулятивностью название там электроника и наноэлектроника там ладно уже хрен с ним назвали как назвали но вот эта фраза про то что есть возможность за небольшую доплату понимаете но он про доплату не сказал это я уже перевожу значит есть возможность получить международный конвертируемый диплом я хочу сказать это что за учебное заведение такое которое лжет в глаза студентам просто лжет это же кидалово такое мерзопакостное и такое убогое и и на такого лоха недобитого рассчитанное что уже просто же но я не знаю вот что называется с исключительным цинизмом понимаете это с исключительным цинизмом разводят лохов и в данном случае они не разводят они превращают собственную молодежь в лохов которые ходят и верят в какой-то в какую-то возможность получить такой диплом который значит там перезасчитывается там куда-то значит с такими представлениями о жизни не то что в америку а даже в трамвай садиться я бы не советовал думал лучше пешочком пройти знать как бывает мало ли чего в трамвае может случиться неожиданного к чему человек не готов хотя трамвай небезопасное место я вам скажу ой небезопасно он же еще объехать не может он же по рельсам идет поэтому там да страшное дело значит что там дальше получается значит он хочет уехать в америку то есть на самом деле вопрос который задан это вопрос такой получать магистра и ехать в америку или уже сразу ехать и там на месте так и так я получаю этот вопрос понимаю этот вопрос но вот мотив фраза хочу после учебы перелететь жить в америку понимаете вот это вот перелететь она что-то у меня какая ассоциация вот я тут с внучкой пару дней назад смотрел про герри поттера там палочкой так жах и перелетел он хочет не просто перелететь уже перелететь можно да ну купил билет в конце концов визу ему может быть даже дадут я не знаю будем будем считать дадут ему визу какую-нибудь но как это то нет перелететь он может в конце концов что на транспорт есть так и самолеты летают но хочет перелететь жить а чём он не жить правда значит он еще и работать хочет да ну за это по специальности работать он интересуется работой по специальности значит и он не знает что есть визы он не знает что есть такая вещь, как разрешение на работу. И он не знает, что есть такая вещь, как эмиграция и разные линии, по которым можно эмигрировать, например. Он этого ничего не знает. Он это называет перелететь. Я думаю, может быть, они правильно их вот этим вот динамитом глушат, вот этим вот, которые из университета. Думают, а что с ними делать? Ну, давай им это, возьмем с них еще денег и дадим им диплом конвертируемый. И прямо напишем на дипломе, конвертируемый и поставим две буковки EU и еще три буковки USA. Или даже две. В одном углу US, а в другом углу EU. Ну, если вот люди такие, понимаете, мечтатели, а, допустим, погуглить, уже они могут там на форум сходить, почитать, им западло. И даже вот на нашем канале он вопросы задает, но не так, чтобы, допустим, посмотреть или там поиск сделать или вникнуть в какую-то тему. Это же так просто. Перелетел. А что не перелететь? Да. Честно, грустно. Потому что что, парню 20 лет. В 20 лет уже много, много чего сделать можно. Ну, уж во всяком случае, вот элементарно разобраться-то, что ты делаешь или что ты хочешь сделать. У него еще и английского нет. То есть он не может там пойти какие-то веб-сайты почитать государственные, там, иммиграционные. Ну, по-русски почитай. Ну, по-русски ж ты можешь читать? Да. Так что... С другой стороны, жалко, что мы не живем в таком мире. Правда? Жалко, что мы не живем в таком мире детском, где захотел перелететь и перелетел. Или так, щелк палочкой волшебной, и все у тебя есть. Так и скучно, конечно, когда все есть, так скучно. Но... он думает, когда у него ничего нет. Он думает, когда все есть, так будет весело. Ой. Да. В общем, такое вот письмо досталось. Я не хочу молодого человека никак там огорчить сильно. Но если он в состоянии, из моих слов, извлечь какой-то прок и сказать себе хорошо, значит, я... Следующий шаг, значит, у меня будет более информированный. Значит, я должен пойти, разобраться в этом, в том, в десятом, двадцатом. Информации, сколько хочешь, полно все. Ну, в общем, да-да, нет-нет, я не могу ничего сделать, к сожалению. Тут очень много там хохмачек вспоминается, знаете, или пословиц, типа там заданные там половина ответа, это заданный вопрос, это уже половина ответа, если правильно задать. Ну, вот такой вопрос. В общем, а я, на самом деле, очень много получаю таких и в Фейсбуке, в ВКонтакте, там люди пишут, и вот тоже, как будто нет визы, как будто нет границ между странами, как будто не говорят люди на разных языках, там, в разных государствах. И вот так как-то, раз, 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 раз. И все время пишут, и я говорю, а разрешение на работу откуда возьмется? Они говорят, ну, может быть, через вашу школу, знаете, это еще круче, чем конвертируемый международный диплом. Так, мне кажется, это вообще крутизна. Через нашу школу. Ой, говорит, не может ли ваша школа помочь с визой? А то не дают. Нет, не может. Нет. И с гражданством не может. И нет прямого телефона у меня к Сергею Брину или там к Цукербергу тоже не могу вас привезти на ланч. Как-то сам бы сходил, так тоже не получается. В общем, друзья, такая история. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!